В память о героической победе советских солдат в Курской битве 23 августа отмечают День воинской славы. В церемонии возложения цветов к вечному огню у обелиска славы принял участие губернатор Алексей Русских. Курская битва стала решающей в обеспечении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Ее еще называют «огненная дуга». Она длилась 49 дней. Курская битва началась 5 июля, длилась до 23 августа. Туда же входило и Прохорское сражение, одно из самых больших танковых сражений. Это историческая дата, это подвиг нашего советского народа, красноармейцев и гражданского населения, которые жили под оккупацией, и вот тогда уже пришло к ним освобождение с Курской битвы. В Курской битве советские воины, среди которых были и ульяновцы, проявили мужество, стойкость и массовый героизм. Свыше 100 тысяч человек были награждены орденами и медалями. 231 человек удостоен звания Героя Советского Союза. 132 соединения и части получили гвардейское звание. И очень важный фактор здесь – это была вера. Потому что вера русского народа всегда помогает преодолению всех трудностей, особенно война с фашизмом. И сейчас очень важно это понимать, потому что консолидация русского народа связана именно с верой православной. Если мы будем иметь веру, веру в Отечество, в ценности неприходящие, в любовь, в мужество, терпение, все это нам поможет преодолеть все трудности, которые мы имеем и сейчас. Советские войска в Курской битве безвозвратно потеряли более 255 тысяч человек. Поэтому 23 августа – это еще и день памяти погибших в России. Таких дат у нас было очень много. И, как правило, мы после всех этих моментов всегда выходили победителями. Мы всегда говорили – победа будет за нами, так же, как и сегодня. К сожалению, времени щадит ветеранов. На сегодняшний день в регионе их осталось 7 человек. Всем участникам той страшной битвы уже перевалило за 90 лет. Так Николаю Павловичу Синякову – 98 лет. Свой боевой путь начал под Курском. С июля, наверное, с июля по август, там я воевал. Там вообще была танковая война. С обоих сторон по 500 танков в немецкие наши. Наши разгромили их там. Глава региона посетил ветеранов, участников Курской битвы и подарил памятные подарки. Ирина Антонова, Геннадий Бухтаяров, Уллправда ТВ.